Сегодня в программе указывая ПУЦ. Мы не можем найти правильный баланс между законничеством и лицензией на грех. Законники говорят, что нам не попасть на небеса, если мы не будем соблюдать определенные правила. А другая крайность — понимание свободы во Христе как вседозволенность, покрывая все благодатью. Однако свобода во Христе никогда не означала, что Бог выдал нам лицензию на грех. Сегодня в программе. Ни для кого не секрет, что мы живем во времена, когда нас буквально засыпают информацией. Мы тонем в информации и все же умираем от голода знаний. Мы подключены онлайн к информационной супермагистрали и все же отдаляемся от реальности. «Каждый день публикуются больше книг, статей и электронных исследований, чем человек может прочесть за всю свою жизнь». Но дело в том, что знания без мудрости так же опасны, как машина без руля или без тормозов. Так что же такое мудрость? Давайте разбираться сегодня в этом с вами вместе. Мудрость — это применение знания к определенной ситуации. Если первое послание Коринфянам чему-то нас и учит, то это тому, как мы можем уравновесить знания с любовью и свободу с ответственностью. Оно учит нас уравновешивать благодать и подотчетность и разбираться в том, что явно запрещено в Слове Божьем, а что нет. Вот почему многие из вас говорили мне, что это самое актуальное послание для нас сегодня. И это действительно так. Сегодня, в 21 веке, это послание актуально для нас больше, чем когда-либо. 8 глава 1 послания Коринфянам — это глава о вопросах, которые прямо не запрещены в Писании. Речь идет о проблемах, которые оставлены на усмотрение каждого верующего под руководством Святого Духа, чтобы они с мудростью решали их сами для себя. Но в церкви 21 века на Западе существует проблема, на Западе особенно. Она касается всех, кто меня слышит. Большинство людей попадают в одну из двух крайностей. К сожалению, немногие находят правильный баланс. С одной стороны, законники фокусируются на вопросах, которые не являются необходимыми для спасения. А с другой стороны, и это другая крайность, под которую подпадают подавляющее большинство евангельских христиан сегодня, это лицензия на грех под видом благодати. На самом деле, это дешевая благодать. Это лицензия на безнравственность, оправдываясь дешевой благодатью. У нас нет баланса между законничеством и лицензией на грех. Законники говорят, что нам не попасть на небеса, если мы не будем соблюдать определенные правила и постановления. А другая крайность — это понимание свободы во Христе как вседозволенность, оправдывая все благодатью. Поймите, свобода — это основа христианской веры. Я буду повторять это снова и снова. Надеюсь, вы придерживаетесь того же мнения. В стихах 31 и 32, 8 главы Евангелия от Иоанна, Иисус сказал, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно, Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Во 2 Коринфянам 3, главе 17 стихе, Павел сказал, что «Где Дух Господень, там свобода». Галатам 5, глава 1 стих, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос». «Но свобода вовсе не означает, свобода абсолютно не означает». Свобода ни в коем случае не означает, что у нас есть право безудержно грешить. Свобода означает совсем не это. Свобода во Христе ни в коем случае не означает свободу грешить, поймите. Апостол Павел имеет здесь в виду нечто гораздо большее, и говорит он, что даже в серых зонах, где у нас есть свобода, мы не полностью свободны. Даже в тех областях, с которыми может справиться отдельный верующий, мы не полностью свободны. А почему? Да потому, что это может заставить других оступиться. Это может побудить других согрешиться. Это может привести других людей к падениям. Законники говорят, «Вот список того, что можно и чего нельзя делать, и вы должны ему следовать, а если вы не следуете этому списку, вы не спасены». Нет, и миллион раз нет. Ваша духовная температура не измеряется соблюдением правил, установленных человеком. Вы должны жить жизнью, исполненной духом, а не жизнью по чьим-то правилам. Могу я услышать на это ваше «Аминь»? Свобода, которую дарует нам Христос, это свобода не грешить. Вот о какой свободе говорит Библия. Потому что Христос освободил нас до того, как мы пришли к Нему. Мы были рабами греха, и теперь Он нас освобождает. И вот в 8 главе 1 послания Коринфянам Павел приводит три причины, по которым мы вольны не поступать и не вести себя так, как нам хочется. Три причины, так давайте рассмотрим их вместе. Сначала Он говорит им, что одно только знание — это еще не все. Об этом сказано в стихах с 1 по 3. Затем Он говорит, что не все обладают одинаковыми знаниями. Это стихи с 4 по 7. И, наконец, Он говорит, что ранить или уязвить совесть другого человека из-за неосторожности — это и есть грех. Так давайте рассмотрим каждую из причин, хотя я собираюсь сконцентрироваться на первой, потому что вторые две говорят сами за себя. Он говорит, что одних только знаний недостаточно. Что же это означает? Принцип таков. Когда дело доходит до вопросов, которые конкретно не запрещены в Слове Божьем, важно то, как нам практиковать свою свободу. Но прежде всего, позвольте дать вам контекст, потому что вы не поймете принципа, пока не поймете исторический и культурный контекст. Пока вы не поймете, что говорит им Павел, вы не поймете, как применить это к себе. Для начала я хотел бы вам кое-что рассказать. Греческая или римская культура, в которой жили коринфиним, была полна политеизма. Политеизм означает «многие». Это поле, и теос — это бог, то есть много богов. Они верили во многих богов, но они были не только политеистами, но и полидемонами. Что это означает? Они верили во многих демонов. Они считали, что все эти многие демоны активно работают над тем, чтобы овладеть ими. Но как демоны овладевают людьми? Вот во что они верили. Эти демоны прежде всего проникают в мясо. Поэтому это мясо уже одержимое демонами. И когда вы едите его, вы становитесь одержимыми. Представьте, в каком ужасе жили эти люди. Удивительно, правда? Они считали, что это самый быстрый способ, которым дух демона может овладеть человеком. Через пищу. Как человек мог решить проблему? Он брал мясо и сначала приносил его одному из богов или богиней. Таким образом, он как бы стрелял в двух зайцев сразу. Он угождал богам, ублажая их этим подношением. А затем боги, которым он подносил это мясо, отвечали человеку тем, что очищали это мясо от демонических сил. И видите, как сильно сатана связал людей. На самом деле мясо, которое приносили идолам, предпочитали остальному мясу. Это мясо ценилось очень высоко. Считалось, что это хорошее мясо. А почему? Потому что оно уже очищено от злых духов. Вот как это работало. Послушайте, поклоняющийся язычник делил свое приношение на три части. Одна часть шла на всесожжение, вторая часть шла священнику в языческом храме, а третья часть оставалась у самого человека, приносящего жертву. Но вот проблема, что священник будет делать со всем этим мясом. Поэтому священники, какими бы умными они ни были, а священники всегда очень умные, брали это мясо и относили на продажу. Где они его продавали? Они продавали его в мясной лавке при храме. Сейчас есть и другие мясные лавки, но они продавали его в мясной лавке при храме. И люди, обращенные в веру в Иисуса Христа, предстали перед дилеммой, когда пришли ко Христу и освободились от всего этого. Для тех верующих, которые живут в Каринфе, существовала дилемма. Было невозможно избежать этого мяса. Оно было везде. Если вы пошли на свадьбу своего соседа или пошли на обед к своему соседу, куда бы вы ни пошли, вам предложат мясо, предложенное идолом. Но должен ли верующий христианин просто есть это мясо со всеми и ни о чем не беспокоиться? Или они должны полностью отрезать себя от общества? Вот какая у верующих в Каринфе была дилемма. Итак, теперь, когда вы читаете этот отрывок, вы понимаете, что эти люди не просто легкомысленно относились к этому вопросу. Это было поистине важно. Некоторые чувствительные христиане отказывались есть мясо, предлагаемое идолом. А они не хотели иметь ничего общего с идолами. Почему? Потому что это возвращало им ужасные воспоминания об их прежней языческой жизни до Христа. Прежде всего, они не хотели, чтобы кто-то думал, что они вернулись к своей прежней жизни до Христа. С другой стороны, были некоторые христиане, которые не могли понять, из-за чего столько шума. Мясо есть... Мясо... Идол в мире... Ничто. На самом деле, они в этих богов не верили и не верили в эту чушь о злых духах в мясе. Это тем, кому пишет Павел. Он называет их зрелыми верующими. И что же он говорит? Не позволяйте своей свободе быть в центре вашего внимания. Вам следует. Больше беспокоиться о тех, кто менее зрелый вере. Не зацикливайтесь и не выставляйте на показ свою свободу ценой уязвления совести других. Пусть ваша любовь к более слабым христианам превалирует над вашими правами, если вы по-настоящему любите более слабого христианина. Тогда вы не воспользуетесь своей свободой, чтобы сокрушить его, даже в том, что напрямую не запрещено в Писании, но оставлено на усмотрение человека. Но он говорит здесь кое-что еще. Послушайте внимательно. Он говорит, что ваше знание истины о языческих богах достаточно хорошо, но неполное. Вы можете быть зрелыми в знаниях, но вы также должны быть зрелыми в любви. Ваше учение прочно, но в вашей любви есть трещина. Ваш разум в порядке, но с вашим сердцем что-то не так. Вы получаете пятерку за знания, но вы получаете двойку за любовь. Он говорит, что знания должны быть сбалансированным, умеренной любовью. Знания жизненно важны, но не нужно использовать их для негативных целей. Сам Господь оплакивает тот факт, что его народ гибнет из-за недостатка ведения, недостатка знаний. Он сказал это через пророка Оссею. Сбалансированный христианин находит баланс между знаниями и любовью. Могу я услышать? Аминь. Павел сказал, что знания надмивают, а любовь смиряет. Третий стих. Невозможно познать Бога и не любить Его, и Бог знает всех, кто любит Его, и Он знает их по имени, и Он называет их по имени. Итак, самого по себе знания недостаточно. Во-вторых, в стихах с 4 по 7, Павел говорит, что не у всех одинаковые знания. Это факт. Вы это и сами знаете. Не у всех одинаковые знания. Павел соглашается со зрелыми христианами, со зрелыми верующими. Четвертый стих. Не все христиане обладают одинаковыми знаниями. Почему? Потому что у всех разное хождение с Богом и разные Его этапы. Некоторые ходили со Христом много лет, а некоторые веровали относительно недавно, поэтому у всех у нас разные знания, несмотря на то, что прием пищи не является ни морально, ни духовно, ни правильным, но все же не хорошо. Если я сознательно или по неосторожности позволяю себе через пищу оскорблять слабую совесть другого верующего, и, наконец, в-третьих, ранить совесть другого верующего, слабого верующего, это грех. Это грех. И восьмой стих говорит, пища не приближает нас к Богу. Едим мы или не едим что-то, это не повлияет на наши отношения с Богом. Для наших отношений с Богом неважно, делаем мы или не делаем то, что не запрещено Словом Божьим. 15 стих 7 главы Евангелия от Марка. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него. Деяние, 10 глава. Когда Господь показал Петру видение пищи, которая по иудейским стандартам была нечистой, Бог сказал, ешь, не запрещай то, что позволил Бог, если незрелый христианин или слабый христианин видит, что зрелый христианин делает что-то, что они не Библия, а они, более слабые, считают неправильным. Это может ранить их совесть. Если совесть верующего слаба, это потому, что этот брат или сестра просто слабые в вере. Зрелый христианин потому зрелый, что он или она сильны в вере. И, следовательно, они должны иметь лучшее осуждение. А вот почему сильные обязаны не обижать слабых, а наоборот. Я повторяю, это ответственность сильных не обижать слабых. И это, дорогие друзья, требует жертвы с нашей стороны. Да, это жертвы. И в заключении я расскажу вам одну правдивую историю. Была одна семья, которая любила пешие прогулки. Особенно любил водить семью в походы отец семейства. Однажды эта семья прибыла на место пикника, и отец сказал им, подождите, здесь, распакуйте пока обед и приготовьте все. Я хочу пока один подняться к этому крутому склону. Я проверю его и скоро вернусь. Итак, он идет вверх, и на середине подъема слышит голос, который его сильно напугал. Он буквально встал, как вкопанный. Этот голос сказал, папа, выбирай безопасную тропинку, я иду за тобой. Это был его маленький сын. Как вы думаете, что сделает отец? Он скажет, «О, давай, сынок, если хочешь, то, конечно, иди за мной, ты волен делать все, что тебе хочется, все, что твоей душе угодно. если хочешь, давай, подходи, и мы пойдем. О, нет, ни в коем случае». А почему? Да потому что знающий отец еще и любящий отец. Не разделяйте эти два понятия, знающий отец и любящий отец. Эти два понятия идут вместе. знающий отец. это к тому же еще и отец преисполненный любовью. Этот мужчина, этот любящий отец развернулся, схватил своего маленького сынишку и вернулся обратно вниз. Поэтому, дорогие друзья, того, что вы имеете свободу во Христе, недостаточно, чтобы позволить вам делать то, что может быть безвредным для вас, но что может быть разрушительным для других, что может погубить их, привести к падению. Подумайте об этом. Папочка, я иду за тобой. Мамочка, я иду за тобой. Учитель Библии, я иду за тобой. Абсолютно. Абсолютно. Субтитры создавал DimaTorzok